Горько слышать твои слова о России Россияне проливали кровь за твой народ Великой Отечественной Строим тебе дороги школы Живем как единое целое Как одна Россия А ты такие вещи говоришь про РФ Россияне проливали кровь за мой народ Тумсо в своих интервью ты говорил о Чечне и России Как о двух отдельных субъектах Когда речь шла о войне чеченской Почему? Зачем дистанцируешь себя от России? Потому что это разные два субъекта Совершенно это разные два государства Потому что я никогда себя не отождествлял с Россией И все правильно Ты как раз совершенно верно это понял Мы чеченцы 400 лет уже боремся за то Чтобы не быть частью России Чтобы не являться с ней одним субъектом Уже 400 лет И 400 лет Россия хочет чтобы мы были с ней одним субъектом Понятно А скажи мне россиянину Много таких как ты Кто не хочет отождествляться с Россией И почему? Просто мне не нужны граждане Которые не помогут мне Как своему соплеменнику Я россиянин Тебе помогут в Чечне Пусть не как соплеменнику Тебе помогут как гостю Не сомневайся в этом Если ты окажешься в беде И ты не придешь к нам как завоеватель Как враг То тебе помогут Тебе для этого не нужно быть нашим соотечественником Это правило Такое обязанность мусульманина Помогать нуждающимся людям А что касается Много ли таких как я? Ну задумайся Если 400 лет уже мой народ борется с тем Чтобы не быть частью Твоего государства То как ты думаешь Много ли таких как я? Как ты думаешь Много ли таких как я Если в 90 С 94 по 96 год Во время этой войны Эта война закончилась тем Что в 96 году Вся твоя Ваша могущественная армия Российская Вынуждена была Будучи униженной Уйти С территории нашего Нашего государства Как ты думаешь Смогли бы Смогло бы Многочисленное Многочисленное Ну если бы нас было бы мало Смогли бы мы Прийти к такому результату Как ты думаешь Пролитые реки крови Моего народа Не свидетельствуют о том Что нас очень много Не является ли это Лучшим доказательством Того что мы Не хотим Быть частью твоего государства Вашего государства Не хотим мы быть россиянами Тут никакая социология не нужна В ЦИОМ не должен тут Проводить опросы Звоня по телефону Чеченцам Достаточно просто Проанализировать Исторические события Без России Вас бы уже Персы Четыреста лет грабили А грузин Стерли бы в мусор Ну мы Значит мы бы С персами как-то боролись Какая нам разница Что нас Россияне Грабят Четыреста лет Что нас персы Грабили бы Значит с персами Мы бы как-нибудь Разобрались Уж точно Не вас это должно Волновать Кто нас там Будет грабить Это уже наши проблемы Горько слышать Твои слова О России Россияне Проливали кровь За твой народ В Великой Отечественной Строим тебе Дороги школы Живем как единое целое Как одна Россия А ты такие вещи Говоришь про РФ Россияне Проливали кровь За мой народ В Великой Отечественной Ты это сейчас серьезно За мой народ Россияне Никогда не проливали кровь Никогда Россияне Российская власть Российское государство Всегда проливало кровь Моего народа Но никогда не проливало Ничего кровь За мой народ Российское государство Геноцидило Мой народ Российское Советское государство В 44 году Выслало Весь мой народ Российское государство с интервалом в каждые 50 лет уничтожает мой народ от 30 до 50, а где-то и до 70 процентов всего моего народа, каждые 50 лет так поступает Россия, российское государство, я сейчас не говорю о простых людях, имейте ввиду, мы говорим сейчас о государстве, поэтому за меня нет. Когда в Великой Отечественной войне проливали кровь, это наоборот часть моего народа, глупые из моего народа или люди, которые были вынуждены, они проливали свою кровь за это государство преступное, наоборот в этой самой войне, те, которые либо по своей глупости, либо по принуждению или случайности оказались на фронте, наоборот, понимаешь, проливали кровь. Те, у которых хватило мозгов, они, конечно, не были там. Государство, то государство, гражданином которого ты являешься, оно на протяжении последних четырех веков, оно колонизирует мое государство, мой народ. Аноним, хочу поблагодарить тебя за истину, которую ты доносишь несведущим. Когда слушаешь тебя, становится как-то легко, исчезает этот когнитивный диссонанс. Береги себя, брат Аллах, пусть Аллах даст тебе сил, возможности и терпения. Амин. Чем отличаются друг от друга течения в исламе? Почему так много разногласий между мусульманами? Какое течение, вернее? Течения друг от друга отличаются убеждениями различными, как и любые другие. В исламе много разногласий, это мы тем самым не являемся, мы не выделились из общего, из общей массы. Этих разногласий много и среди христиан, и среди иудеев, и среди кого угодно, везде они есть. В каждой конфессии есть свои течения, то есть каждая конфессия разделена на какие-то группы. По убеждениям, опять-таки, у протестантов одни убеждения, у католиков другие, у православных третий, у пятидесятников четвертые и так далее. Также и ислам тоже не был спасен от этих разделений. И среди мусульман есть 73 течения, как сказал посланник Аллаха, мир ему и бусинь Аллаха. Моя умма разделится на 73 течения, и 72 из них в огне. Я отвечаю на твой вопрос, какое течение верное? Верное то течение, которое следует за сунной посланника Аллаха, мир ему и бусинь Аллаха. Это то течение, которое будет на том, на чем был пророк, мир ему и бусинь Аллаха, и его сподвижники. Может, мое сообщение не в тему, но хочу напомнить русским друзьям, которые проживают в Краснодарском, так называемом, крае. Это земля черкесов, адыгов и убыхов. Вы там гости. Губернатор Ткачев чуть ли не контролирует въезд других национальностей на территории этого региона. Ассаламу алейкум, брат. Что ты думаешь о китайцах в Чечне и о том, что руководство монополизирует все отрасли, в том числе и сельское хозяйство, животноводство, контролирует рынки, заправки? Да все, черт побери. Чем заняться необразованной послевоенной молодежи? Алейкум ассалам. От ничего и не остается, эта молодежь должна либо работать на стройках, либо работать в кадыровских структурах, либо уезжать оттуда в Европу в поисках лучшей жизни. А потом кадыровский представитель в Европе еще назовет их экономическими беженцами. Для этого все и делается. У нас делается все целенаправленно для того, чтобы эту молодежь ее уничтожать, чтобы у нее не было будущего. В вопросах религиозного образования ей не дают нормальные альтернативы, либо муфтиатовские сказки им рассказывают, которым возникает отвращение. И альтернативу этому им дают радикализм, на который они должны подсесть, уехать куда-нибудь и погубить свои жизни. Ну или будучи на территории республики какой-то необдуманный, пойти на какой-то необдуманный шаг, напасть там на кого-то и тоже быть уничтоженным. Раз, это один вариант. Второй вариант, это со стороны трудоустройства, образования и так далее, задавить их как только возможно, чтобы не было возможности получать нормальное образование. В виде этого и возможности в Чечне нет. Мы ведь все понимаем, что в Чечне есть какие-то одаренные ребята там, вундеркинды, которым и университет не нужен. Они и так просто будут читать книжки и они будут образованными. Вот таких людей они показывают, дают им там красные дипломы и они выступают этой афишей того, что у нас якобы, ну вот смотрите, есть студенты. А 97, наверное, процентов всех студентов, они вынуждены либо там платить за то, чтобы закрывать эти сессии. Да и плюс к тому сама учебная программа в наших вузах, она никакая. Ведь мы все учились в этих вузах, мы же знаем, чему там учат, что там преподают. Затем, когда ты заканчиваешь этот вуз, ты не можешь нигде у нас с трудоустроиться для того, чтобы устроиться где-то в нормальную работу, тебе нужны там какие-то связи. Ну и либо ты должен быть действительно интересен, ты должен быть хорошим специалистом, но их-то у нас в меньшинстве. Основная часть людей, они не выпускаются из университетов или институтов, будучи уже специалистами. Им наоборот нужно прийти на работу и практика сделает из них специалистов. И таких людей у нас нет каких-то там объявлений, вакансий, куда я их возьму. Они идут на стройки, либо они идут в кадыровские структуры, либо, кстати, кадыровские структуры тоже надо заплатить деньги, чтобы пойти. Либо они вынуждены бежать из Чеченской Республики в Европу. Субтитры создавал DimaTorzok